В школе-интернате номер один города Кирова вспоминали летние каникулы. Какие яркие моменты запомнились воспитанникам, расскажет Милана Поварницына. 13 сентября педагоги и воспитанники школы-интерната номер один собрались на Верховном семейном совете. Это высший орган управления школы, куда входят взрослые и дети, которые объединены в целые семьи. Здесь действует такой принцип, чтобы в школьном государстве было хорошо, все должно идти от детей. Я такая очень многодетная мама, у которой очень много детишек разных, в том числе с их проблемами, которые надо разрешать. И, конечно, вот такую маленькую, такую большую семью организовать очень сложно. И самоуправление в этом случае тоже помогает организации, потому что ребята – это замечательные помощники. Они очень надежные, хорошие, и иногда многие проблемы ведут совсем под другим углом. В этом государстве и президента выбирают, и на министерство делятся. Но по-прежнему всегда ярким моментом бывают воспоминания о прошедшем лете. В этом году оно стало для ребят особенным. Большим сюрпризом для детей был приезд гостей из Америки. Вместе с американцами ребята и по магазинам походили, и День России провели, и в Великорецкое съездили. Также департамент образования выделил 65 путевок на Черное и Азовское море. И столько же путевок в оздоровительное лагеря Кировской области. Мир, Березка, Белочка. Некоторые даже несколько раз съездили в лагеря. А кому-то удалось везде побывать. Как, например, Алене Братчиковой. Больше всего понравился международный палаточный лагерь «Трамплин». То, что там было очень весело. Я много чему научилась. Курсы на испытания проходила. Лазила на скалах также. Плавала на катамаранах. Такая встреча – возможность ненадолго окунуться в лето. Когда ребята смогли зарядиться творческой энергией и здоровьем на весь год. Вы теперь в долгу, дорогие мои. В долгу. Что значит в долгу? Это надо сейчас вот за все, за это платить, как по всей нашей жизни. Но я думаю, вы сильные, здоровые, много узнали, много услышали. И все вот впереди. А впереди долгие месяцы учебы. Но те воспитанники, которые своей учебой, спортивными достижениями и творчеством станут примером для других, могут отдохнуть в лагере еще и на осенних и зимних каникулах. То есть в этом маленьком государстве у детей есть все возможности для развития и реализации своих желаний. Просто надо к этому стремиться. Милана Поварницына, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.